С 1 марта на новый троллейбусный маршрут номер 100 можно будет приобрести проездной билет. Если за два месяца мы не увеличим пассажир поток, то будем ставить вопрос о сокращении количества троллейбусов. В администрации Чебоксар решают, как сделать межмуниципальный маршрут более востребованным. Место встречи сомнительных компаний. Здесь не были проведены лабораторные исследования на наличие микобактерий, туберкулеза. Это все-таки такой опасный объект. Эксперты Народного фронта считают, что здание бывшего противотуберкулезного диспансера в Шумерле может быть опасным для жителей. После отдыха на больничной. Конечно, риск завоза коронавирусной инфекции существует, поскольку есть граждане Чувашской республики, которые отдыхали в Китае. Жители республики, которые провели отпуск в Поднебесной, находятся под наблюдением врачей. Мастера кисти раскрыли юным чебоксарцам секреты идеальной акварели. Техника очень тонкая, ее нужно чувствовать, нужно уметь знать какие-то такие вот хитрости. В столичной художественной школе номер 6 прошел акварельный марафон. Добрый вечер. В прямом эфире «Вести Чебоксары» в студии Анжелика Артемьева. Волна ОРВИ на прошлой неделе в Чебоксарах немного отступила, но ситуация по-прежнему остается довольно острой. Приостановлены занятия в четырех классах в трех чебоксарских школах. В шести учебных заведениях отмечен высокий процент заболеваемости. В Заволжье вся школа была закрыта на карантин по сегодняшний день. Завтра занятия здесь планируют возобновить. По словам руководителя управления образования города Дмитрия Захарова, в школах и детсадах сейчас проводится активная профилактическая работа. Усилена витаминизация меню, введены ограничительные меры, рекомендованные Роспотребнадзором. Массовые мероприятия не проводятся. Особое внимание в Роспотребнадзоре уделяют и тем, кто недавно вернулся из Китая. Их, по предварительным данным, около 90 человек. Конечно, риск завоза коронавирусной инфекции существует, поскольку есть граждане Чувашской республики, которые отдыхали в Китае. В настоящее время они прибыли на территорию Чувашской республики и находятся под медицинским наблюдением. При проведении лабораторных исследований среди прибывших положительных результатов не выявлено. Но, тем не менее, медицинское наблюдение за ними должно проводиться до 14 дней. Им было рекомендовано, чтобы преимущественно они находились на дому. На момент нахождения медицинского наблюдения им выдавались больничные листы. На этой неделе завершается и карантин, который был установлен для граждан Китайской Народной Республики, которые работают в агропромышленной компании «Сычуань Чувашия». В инфекционном отделении Чебоксарской районной больницы находятся 9 жителей Поднебесной. Их планируют выписать 22 февраля. В Чувашии ветераны Великой Отечественной войны получат весной не только федеральные выплаты, но и республиканские в рамках празднования столетия автономии. Такое решение сегодня на утреннем совещании в Доме правительства принял временно исполняющий обязанности руководителя региона Олег Николаев. В рамках празднования столетия республики мы предлагаем рассмотреть вопрос о возможности предоставления единовременных выплат данным категориям граждан за счет средств республиканского бюджета. Само по себе предложение хорошее. Вот Михаил Игнатьевич сразу начал улыбаться. Михаил Игнатьевич, если мы вам поручим совместность Минтруда проработать данный вопрос в ближайшее время и соответствующим образом, если необходимо предусмотреть в бюджете соответствующие средства, как вы на это смотрите? Я вот уже посчитал, порядка 11 миллионов получается для бюджета, но заявка будет, учтем уточнение бюджета, если будет ваше поручение. Мы должны найти такую возможность и обеспечить дополнительный вклад от республики ветеранам Великой Отечественной войны с тем, чтобы они реально ощутили вот такое, скажем, внимание от государства, ну а государства, это мы все с вами вместе взятые. По данным Минтруда, в Чувашии сейчас проживают 434 инвалида, участников Великой Отечественной войны. Все они в соответствии с указом президента страны получат единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей в связи с юбилеем Победы. Кроме этой суммы, власти республики дополнительно выплатят ветеранам еще по 25 тысяч рублей в честь столетия чувашской автономии. Сегодня на совещании в Рио главы Чуваши Олег Николаев также заострил внимание и на теме долгов за газ. Сейчас в некоторых районах республики газовые платежи идут через исполнительное производство. А значит, что поры муниципалитета ограничены в распоряжении средствами. Это не совсем удобно. Но долги погашать тоже нужно. Олег Николаев отметил, что их накапливание происходит из-за того, что, цитата, мы имеем ветхую коммунальную сферу, изношенные сети и достаточно большие затраты на выработку одной единицы тепловой энергии. В Рио главы Чуваши поручил своей администрации, Минстрою и службу по тарифам до 5 марта провести большую аналитическую работу и выработать предложения по комплексному реформированию отрасли, чтобы 10 марта организовать совещание и принять конкретные решения. Тема очень важная. Отдельные районы уже нашли возможность двинуться по пути уменьшения задолженности за потребляемый газ. Другие муниципалитеты, невзирая на существенную помощь со стороны республики, поддержку, просто почивают на влажах и ничего в этом направлении не делают. С точки зрения внутренней мобилизации и организации процесса реформирования структуры Газпрома готовы пойти навстречу в случае, если мы возьмем на себя определенные обязательства и будем следовать тем плановым и индикативным показателям, которые на себя возьмем и закрепим в ходе вот такой договоренности. И снова аж умерли. Здание бывшего туб-диспансера может быть опасным для жителей города. К такому мнению пришли эксперты Общероссийского народного фронта. Лечебное учреждение закрылось еще 7 лет назад. Однако ветхие деревянные постройки стоят до сих пор. Причем доступ к старому отделению противотуберкулезного диспансера не ограничен. И сюда регулярно наведываются не только сомнительные компании. В заброшенные помещения проникают и дети. Использованные шприцы и кучи бутылок. Все это представители народного фронта обнаружили в полуразрушенных зданиях. Попасть в бывшие больничные помещения туб-диспансера проще некуда. Ограждение сломано, окна и двери выбиты. И если старожилы помнят, что здесь почти полвека лечили пациентов с инфекционным заболеванием, то подростки знают об этом только со слов взрослых. Жалобы на этот участок поступили в Народный фронт во время акции «Дорога в школу». Бывшее здание противотуберкулезного диспансера находится рядом с 8-й гимназией. Родители учеников обеспокоены. Такое соседство может быть угрозой здоровью для их детей. Вот зашел вовнутрь и посмотрел то, что там творится в данный момент. То есть и распитие спиртных напитков, и так понимаю, что длительное пребывание там детей, непонятно чем занимаются, что там они делают. Шумерлинское отделение республиканского тубдиспансера прекратил свою работу весной 2013-го. Деревянные постройки признали ветхими и несоответствующими санитарным требованиям. Пациентов с туберкулезом лечили здесь с 1966 года. В здании диспансера размещались отделения поликлиники, рентген, кабинет, лаборатория и стационар на 50 коек. По степени потенциального риска заражения такие постройки относятся к самому опасному классу туберкулезных объектов. Роспотребнадзор запрещает их перепрофилировать. Неиспользуемые здания после тщательной обработки должны быть демонтированы и сожжены. На тот момент не было прописано в санитарных правилах разделение на классы опасности. Не было четко прописан механизм, кто в какой последовательности должен проводить, допустим, заключительную дисфекцию. Механизм не прописан. Но оговорилось о том, что здание после закрытия должно подвергнуться заключительной дезинфекции. Семь лет назад постройки прошли заключительную дезинфекцию, утверждает главврач республиканского противотуберкулезного диспансера. А вот на снос здания средства предусмотрены не были. Остались ли в этом месте, в том числе и в грунте, возбудители туберкулеза, неизвестно. Здесь не были проведены лабораторные исследования на наличие микобактерий, туберкулеза. Это все-таки такой опасный объект. Группа В это считается. Здесь не было проведено такие мероприятия, как ограждение. До конца, видите, все открыто. Стекла повыбиты. Значит, не было снесено здание, не была произведена рекультивация почвы. Грунты не вывозили и не завозили. Жители города не раз обращались в администрацию Шумерли с просьбой закрыть вход на территорию. Местные чиновники ссылаются на то, что здание бывшего тубдиспансера находится в республиканской собственности. Мы неоднократно обращались туда, в Минюст, с просьбой обезопасить, закрыть доступ на эту территорию. Но никаких ответов не последовало. Сейчас этот вопрос на контроле Народного фронта. Эксперты ОНФ планируют направить запросы в кабинет министров, а также в прокуратуру республики. Ирина Николаева, Семен Антонов, Вести, Чувашия. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Чувашии возглавил депутат Государственной Думы Игорь Маляков. Напомню, ранее рекотделением в республике руководил Олег Николаев. После подписания президентом России указа о назначении его на должность временно исполняющего обязанности главы Чувашии, Олегу Николаеву пришлось отказаться от полномочий, но не от партийного билета. Он привел в пример слова председателя Государственной Думы. Володя Викторович говорит следующее, что все политические партии, которые представлены представителем органа государственной власти того или иного уровня, являются партией власти. То есть партия «Справедливая Россия», ввиду того, что она представлена и в Государственной Думе, и в Государственном Совете, и в Чебоксарском городском собрании, и в собрании депутатов многих муниципалитетов, очевидно, являлась и является партией власти. И вот сейчас у нас появляется возможность, может быть, более поступательно продвигать такие очень нужные для республики решения. С 1 марта на новый троллейбусный маршрут номер 100 можно будет приобрести проездной билет. С учетом того, что это межмуниципальный рейс, стоить он будет 900 рублей. Сегодня об этом на планерке в городской администрации доложил руководитель предприятия Александр Коныгин. Введение этого маршрута не было гладким. Сначала в рейс выходили два троллейбуса с автономным ходом. Сейчас на линии курсируют четыре. Движение предусмотрено на раннее утро и вечер. Стоимость проезда по межгороду составляет 26 рублей по наличному расчету, 25 по безналичному. Проезд в Чебоксарах стоит, соответственно, 22 рубля и 20. По данным руководителя троллейбусного управления, пока о рентабельности говорить не приходится. Общая прибыль составила 427 тысяч рублей. Убыток – 790. За этот период перевезено 18 800 пассажиров, выполнено 338 рейсов. Средняя перевозка на один рейс составила в среднем 56 человек. Для сравнения по городским маршрутам, за этот же период средняя перевозка на один рейс сегодня составляет 170 пассажиров. По словам Александра Коныгина, наибольшая загруженность троллейбуса отмечается на первых утренних рейсах и вечерние часы. Наблюдение за пассажиропотоком в ближайшие месяцы продолжится. После чего в работу этого маршрута, возможно, будут вынесены коррективы. Пока при существующей организации перевозок автобусами малого класса из Новочебоксарска в Чебоксары и из Чебоксары в Новочебоксарск, мы не видим потребности в перевозке пассажиров на троллейбусах из Новочебоксарска в Чебоксары. То есть при существующей организации маршрутного движения. Поддерживаю внедрение проездного билета с марта для привлечения пассажиров. Но если за два месяца мы не увеличим пассажиропоток, то будем ставить вопрос о сокращении количества троллейбусов и количества рейсов на маршруте Новочебоксарск с Чебоксарой. 53 из ЦАИ более 160 тысяч рублей возмещение ущерба. В Чебоксарах продолжается судебное разбирательство в отношении косметической фирмы. Потребители продукции этой компании подали коллективный иск. Его рассматривал один из мировых судов Московского района Чебоксар. Сегодня новый поворот в деле. Больше трех месяцев разбирательств и возрастающее количество истцов. Представитель потребителей косметической продукции истцов Ежелянова приехал на судебное заседание с чемоданом документов и вещественных доказательств. Напомню, повышенное внимание к чебоксарской фирме вызвало видео ютуб-блогера Кати Коносовой, выпущенное в июле прошлого года. В нем она утверждает, что состав, указанный на раскрученной в соцсетях голубой сыворотке, не соответствует действительности. И потребители обратились в суд с иском о нарушении их прав. В основании данного иска именно нарушение предоставления полной достоверной своевременной информации потребителю при приобретении товара дистанционным способом. Производитель нарушил, исходя из заключения Роспотребнадзора, правила доведения информации до потребителей изначальной и правила маркировки. Более того, девушки, которые пользовались косметикой, требуют и возмещения морального вреда. 100 тысяч рублей каждая. Сегодня мировой суд принял решение передать рассмотрение дела в Московский районный суд Чебоксар, так как сумма иска превысила 100 тысяч рублей, и такие дела находятся в компетенции уже не мировых, а районных судов. Как уверяет представитель потребителей косметической продукции, еще есть желающие присоединиться к коллективному иску. Поэтому сумма ущерба, возможно, возрастет. Накануне на 1975 году ушел из жизни бывший министр образования Чувашии Владимир Данилов. Пост министра образования, науки и высшей школы Чувашии Владимир Данилович занимал дважды. С 1992 по 1994 и с 1996 по 1998 годы. Также он был ректором Республиканского института образования и директором Чебоксарского филиала Ранхикс. Владимир Данилович занимался историей и культурой родной республики. Являлся автором около ста научных работ, в том числе шести монографий и учебников. Сейчас по учебникам «Мой город» чебоксарские школьники с 5 по 9 класс изучают историю столицы Чувашии. Прощание с Владимиром Даниловым пройдет завтра в 11.00 в Зале ритуальных услуг на Гражданской, 19. В столичной художественной школе номер 6 имени Акциновых прошел акварельный марафон. Всю неделю юных художников ждали открытые уроки преподавателей города, мастер-классы и дискуссии. Насколько сложная эта техника, как научиться рисовать снег и блики металла, узнала наша съемочная группа. Пузатый самовар – главный герой нового натюрморта. За этот мастер-класс ребята должны были научиться рисовать в акварельной технике металлические и стеклянные поверхности. А это очень сложно, и не каждый профессионал безошибочно напишет идеальную картину. Нужно знать много нюансов. Как отразить блики от металла, чтобы они не смотрелись искусственно. Как драпировкой окружающие предметы отражаются в боках самовара и многое другое. Техника очень тонкая, ее нужно чувствовать, нужно уметь знать какие-то такие вот хитрости, тонкости, которые бы действительно давали азарт в работе. Аня Потеева занимается в школе 9 лет. Может считать себя почти спецом в художественном деле. Хотя учиться нужно еще многому. Любимый предмет – живопись. В технике акварели тоже есть своя прелесть. Ничего не бывает легким, пока не попробуешь. Ну, сложно, наверное, тем, что эта техника по-сырому. И если что-то прольется, нечаянно потечет, то сложно исправить. А так, если уверенно себя чувствовать, то хорошо, думаю, получится. Опытные преподаватели показали хитрости, связанные с рисованием акварелью. Раскрыли некоторые приемы, которые помогут ученикам дальше совершенствовать свое мастерство. Акварельный марафон даст старт еще одному крупному событию в Чубоксарах – межрегиональному конкурсу «Акварельная живопись». С 27 февраля к участию приглашаются юные таланты со всей республики. Проходить состязание будет также на базе художественной школы номер 6 имени Акциновых. В Чубоксарах отметили Всемирный день православной молодежи. Праздник существует с 1992 года. В национальной библиотеке собрались люди разных возрастов. Поздравить их приехал епископ Мариинско-Посадский Игнатий, викарий Чубоксарской епархии. Владыка отметил, что духовно-нравственные ценности – залог гармоничного развития общества. Эти ориентиры молодежь чувствует сердцем. Важно, чтобы рядом с подрастающим поколением были чуткие и мудрые наставники. У епископа в этот день была еще одна почетная миссия. Он вручил высшую награду Чувашской митрополии – медаль Святого Авраамия Болгарского трем православным общественницам за многолетний вклад в дело духовно-нравственного просвещения молодежи. Награду удостоились Зоя Токарева, организатор чтения юных богословов в фестивале воскресных школ. Елена Ананьева – режиссер и ведущая православных концертов. И наша коллега – член общественной палаты Чувашии, руководитель культурно-просветительского центра Чубоксарской епархии Зинаида Паршагина. То, что День православной молодежи – это замечательный праздник, происходит это награждение, это очень великое событие для нашей, не только нашей епархии, но и для всей Русской православной церкви. Мы сегодня не можем представить жизнь Русской православной церкви без таких добровольцев, общественников, которые нам помогают на многих культурно-просветительских мероприятиях. Музыкальным обрамлением праздника стало выступление молодежного хора Владимирского собора и исполнителей духовной музыки. В свои 85 он не теряет оптимизма, смущает шутками дам и не бросает любимое дело. В музее Чуварской вышивки открылась фотодокументальная выставка «Вся жизнь в науке», посвященная 85-летию доктора искусствоведения Алексея Трофимова. Почетный член Российской академии художеств, обладатель многочисленных званий и государственных наград Алексей Трофимов позволяет себе относиться к официальным мероприятиям с юмором, как, например, на открытии выставки в его честь. Я все-таки официоз немножко соблюдать буду, хорошо? Позволите? Вы имеете право покоить богиня. Когда-то давно он был простым деревенским учителем рисования. После службы в Советской армии судьба привела в Институт гуманитарных наук, где Алексей Александрович стал изучать чувашскую вышивку, пытаясь понять ее глубинный смысл, истоки орнаментов и красивых узоров. У нас в основной экспозиции есть стенд, посвященный его научному творчеству. Но на этот раз мы решили открыть эту выставку, потому что Алексей Литвич Сталич на самом деле очень много работал. Он написал 18 монографий, более 200 научных трудов. И в начальный период научной карьеры он занимался именно чувашской вышивкой. Вышивку Трофимов изучал и во многих музеях России. Участвовал в различных научных экспедициях за пределами Чувашия. Его многочисленные научные труды не раз печатались за рубежом. Поздравить юбиляра с 85-летием в музей чувашской вышивки пришли деятели искусств, работники культуры, коллеги из Института гуманитарных наук. Алексею Александровичу удается найти такие истоки, такие материалы и идеи, которые выводят далеко за пределы только одного искусствоведения и только одного чувашского народа. В институте его называют уникальным самородком, который умеет мыслить масштабно, преподнося исторический смысл открытий местного уровня в контексте мировой культуры. Кроме чувашской вышивки, Алексей Трофимов изучал национальную скульптуру, писал книги о народном искусстве, стихи для детей. Он является автором нескольких памятников, соавтором монумента матери-покровительницы. Несмотря на почтенный возраст, остается главным научным сотрудником Института гуманитарных наук. Прекрасные цветы. Пусть немножко вас порадует в этот день зимний день. Миленький, дорогая, умная, мудрая. Я очередной раз не смог вас обнять. Давайте одна. Ирина Ромадова, Марина Корягина, Екатерина Янгалакова. Вести Чебоксары. 75-летие у победы в Великой Отечественной войне посвящается. В физкультурно-спортивном комплексе «Рассвет» поселка Вурнар и подопечные Республиканской ассоциации кикбоксинга разыграли награды чемпионата и первенства Чувашии. С подробностями Вячеслав Ильин. Они, как деды и прадеды, тоже идут в бой. И хотя поле сражения ограничено канатами, цель, как и у предков, одна. Только победа. В поселке Вурнары прошел чемпионат и первенство Республики по кикбоксингу. Перед выходом в ринг сборная команды Вурнарского района по кикбоксингу в поселковом краеведческом музее приняла участие в открытии стенды, посвященного 75-летию Великой Победы. Более 11 тысяч жителей района стали под ружье в годы войны. Половина из них пала на полях сражений. Выступление почетных гостей героя России Евгения Борисова, чемпиона мира по боксу Валерия Львова, настроило ребят на предстоящие поединки. Первым свои чемпионские амбиции подтвердил Никита Александров. Он в защитном шлеме красного цвета. Выступая в категории К1, это полупрофессиональный кикбоксинг, победитель всероссийских студенческих игр взял верх над представителем столичной дружины «Соловьев» Тим Виктором Лезиным. Сегодня перед чемпиантом я был на открытии музея, посвященный моим зернякам, воевавшим в Великой Отечественной войне. Они шли в бой, не жалея себя. И это для меня самый лучший пример, как добывать победу. От юноши не отстали и воспитанницы Вурнавской школы кикбоксинга. Победительница переноса по Волжи 2020 года Елена Петрова, она в синем шлеме, одержала уверенную победу над коллегой из Новочебоксарска Дианой Алексеевой. Я стараюсь побеждать своим желанием с помощью тренера. Он поддерживает меня, помогает мне. Всего же в активе восьмерки файтеров сборной Вурнавского района 4 золотые, 2 серебряные и столько же бронзовых наград чемпионата и перенства Чуваши. У нас кикбоксинг развивается в районах очень большими темпами. Вот и Бресси, Вурнары, лидеры, конечно. И поэтому мы проводим чемпионат Чувашской республики 2020 года именно в Вурнавском районе. И у нас через неделю буквально будут бои проходить и в Брессинском районе. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша. Легендарный комдив из чувашской деревни Будайка заговорил по-испански. Как так получилось? А история такая. Как-то художника-сестра Рецка Олег Юдин показал внуку старый фильм про Василия Чапаева. Мальчику картина понравилась. И тогда дедушка решил, что историю легендарного комдива необходимо перевести в комиксы, чтобы подрастающему поколению было еще интереснее узнавать про его подвиги. Художники поддержал московский товарищ Илья Воронин. И они начали творить. К этому делу отнеслись как хобби. Поэтому и не торопились. Рисовали три года. Фрагмент комикса недавно увидели испанцы и решили опубликовать. Василий Чапаев, как оказалось, для европейцев не чужой. В свое время фильм про комдива перевели на немецкий, испанский и французский. И пользовался он большим успехом. Это была последняя информация выпуска. До свидания.